Счетчик заменить не желаете? С таким предложением в квартиры Ивановцев стучатся энергоаферисты. Электрики представляются сотрудниками компании «Энергоконтроль». Уверяют, что работают от лица энергосбытовой компании «Гарант». Там, в свою очередь, о лжеподрядчике узнали от возмущенных жителей. Первые обращения к нам стали поступать в декабре прошлого года. И в настоящий момент их у нас порядка 150 обращений о действиях компаний, которые берут на себя функции проведения осмотра электрических приборов учета и вынесения вердикта о том, пригоден он или не пригоден для дальнейших расчетов. Всем жителям напоминаем, что проверять счетчики могут ресурсная или управляющая компания. Если возникают сомнения по поводу визитеров, лучше перестраховаться и самостоятельно позвонить по телефонам, указанным на квитанциях. Аферисты запугивали ивановцев штрафами, которые им грозят, если срочно не заменить прибор учета. Оплату за свою работу брали наличными. По итогам проверки наши сотрудники в обязательном порядке составляют акт, в котором указывают, пригоден или не пригоден счетчик для дальнейших расчетов. Никаких, понятно, денежных расчетов на месте с клиентом не совершается. Клиент приглашается в офис нашей компании для заключения договора оформления необходимых документов. Еще одна опасность, которая подстерегает попавшихся на удочку потребителей, в том, что у ресурсной компании могут появиться вопросы к абоненту. Ведь контрольная пломба при замене счетчика сорвана незаконно, что позволяет вмешаться в работу прибора. Проще говоря, ресурсная компания может обвинить жителя в самовольном демонтаже счетчика. Ответственность за наличие пломб на приборах учета либо электрических, либо счетчиков воды, ну и так далее, несет ответственность собственник. Скрывать пломбы и менять приборы учета может либо управляющая компания, либо ресурсоснабжающая организация, в зависимости уже от ресурса. Большинство пострадавших от эфиристов – люди почтенного возраста. В гарантии решили, что никаких санкций к ним применять не будут. Максим Серебряков, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ, Иваново.